Доброе утро, мои дорогие! Утро-то доброе, хорошее. Только я не спавшая. Я не могу. Меня такие события выбивают из колеи. Просто выбивают. Все вы знаете, что вчера такая трагедия была в Казани. Я не очень люблю, как сказать-то, прям вот новости, которые прям вот сразу. Обычно это больше болтовни. Но всё равно. Ублюдок. Который возомнил себя богом. И расстрелял школьников. Ну, это... Ну, как это? Девять человек погибло, двадцать с лишним раненых. Боже мой, а! У нас у всех дети и внуки. Ну, вот как пережить теперь родителям и близким вот такое горе? Ну, я прям вот... Этот стрелок, этот не человек. Девятнадцатилетний, который четыре года назад закончил эту гимназию. У него создан был сайт, страница, там, не знаю, бог. Если кто видел вчера кусок его допроса, как он орал матом, как он... У него ни одного слова нормального нет. И мать ему не мать. И всех он ненавидит. Вот, господи, да как же эта мразь такая выросла-то? Кто его воспитывал, а? Вот я человек некровожадный, но я бы ему сама вот голову отрезала, вот честно. Да какое право ты, тварь, имеешь поднимать руку на детей? Не руку, а оружие. Да, это случается нечасто. Но случается. Очень плохо мы росли, когда никакой охраны не было в школах. Да и мне кажется, тогда и в голову-то никому бы не пришло. Я вот что хочу сказать. Сейчас я разговаривала с педагогом, очень здравомыслящая женщина. Людочка, привет. Она и говорит, что уже все педагоги говорят о том, что нужно возвращаться к воспитанию, которое было в советские времена. Сейчас никто не воспитывает, ни родители, ни школа. Родители работают, зарабатывают деньги, откупаются от детей подарками, игрушками, шмотками. В школе тоже им боятся слово поперёк сказать, потому что они снимают всё на телефоны. И никак, что люди не понимают, что безнаказанность порождает зло. Или это специально развалена всё, вся эта педагогика. Ну вот и получаем. Я не знаю. Может, кто-то считает, что я не права. А я считаю, что права. Почему-то, значит, у нас в уголовном кодексе, что должно быть наказание. А детям теперь прощается всё. Воруют деньги у родителей, срывают уроки, ведут себя безобразно. И всё вот это пожурили. И давай, милый, дальше. Раньше бы отец так его ремнём отхерачил, по-русски говоря, что он на жопу бы не сел и знал бы, что за такие дела последует наказание. А теперь вот так. И ведь он ещё выложил на странице, что завтра я убью много биомусора. Биомусор у него, люди. И сам застрелюсь. Ну, хорошо, застрелиться ему не дали. Да я и не думаю, что он застрелился бы. Как он там визжал на этом допросе. Не, он трус. Да это мразь, они всегда трусы. Ой, боже ж ты мой, боже ты мой. Ой, как страшно за детей, за внуков. Как жалко людей. Господи, как деток этих жалко. Ведь отправляют люди в гимназию, да? Не в абы какую школу. Уверены, что всё там будет нормально. И тут на тебе такое. Ну, а политики-то, конечно. Ой, это прям вот самый для них момент, когда вот так люди напуганы. Тут можно и свободы какие-то поубирать. Давайте больше заборов, больше камер, больше охраны. Уже предлагают Росгвардию подключать. Ну, давайте, сделаем вообще из страны концентрационный лагерь. Я считаю, что дело не в этом. Я всё-таки считаю, что воспитывать нужно детей. Не давать им сидеть в интернете сутками и играть в игрушки, от которых они только тупеют. А занимать делом. Разговаривать больше. Разговаривать нужно с детьми. И воспитывать их нужно. Ну, а понятно, что такие ублюдки, они всё равно будут попадаться в жизнь. Что теперь делать, конечно. Но если воспитывать, их будет меньше. Я очень соболезную родным и близким. Я сама мать и бабушка. И очень жалко, очень. Держитесь, мои дорогие, держитесь. Я сама потеряла дочь и знаю, что это такое. Это... Это очень сложно пережить. Да, но даже пережить не то слово. Моя дочка умерла два с половиной года назад, а она со мной всё время. Я головой понимаю, что её нет, а... Так что многим людям сейчас предстоит только это пережить. Мы с вами, мои дорогие. Я понимаю, что это не утешение. Но держитесь, пожалуйста. Люди, берегите себя, своих близких.